всем привет время пол четвертого буду говорить таким спокойным негромким голосом не спится а раз не спится значит берем спринг и изучаем спринг и так так это о чем я хотел поговорить смотрите мы вот изучаем сервлеты на стоило бы сказать об одной важной особенности вот мы открыли сервлет который написали последний раз очень простой сервлет но я в нем вставил одну строчку log word ну чтобы просто выделить и и я хочу узнать имя имя трейда приложение сейчас запущено я сейчас сделал два очень быстрых запроса и прошу обратить внимание наш сервлет выполнился в разных трендах в разных трендах то есть вы должны понимать соответственно когда вы будете использовать какие общие переменные то нужно учитывать что они в разных трендах выполняются то есть лучшие вот переменные общее по-хорошему избегать и а если берете то не изменяйте их то есть неизменяемые старайтесь использовать чтобы это еще лучше понять это я тут картинку и так это тоже не то вот вот картинка ваш сервлет существует в единственном экземпляре но но вот когда юзер делает запрос смотрите each request is processed in separate трейд то есть каждый запрос у нас в разном в разном трейде но эти трейды у нас не создаются как здесь написано автоматически да это используется какой-то пул используется какой-то пул и количество вот этих трейдов у вас лимитировано лимитировано это важно понимать вот еще можно открыть открыть так я тут на открывал подготовители смотрел смотрел когда давайте вот опачь там как откроем документацию и почитаем что мы здесь видим что мы здесь видим каждый входящий реквест я вот этого читаю требует трейд на запрос на время выполнения этого запроса и дальше бла 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 смысл в том что когда запросов становится очень много да ваш ресурс просто становится недоступным он просто не работает там да тут сперва увеличится до максимального там макс атрибут потом это у нас ммм заполняется сервер сокет еще да написано но в конце концов все ваши меры предосторожности они просто они просто ваш сервер упадет поскольку мы работаем на сервлетах на сервлетах то есть у нас количество трейдов ограничено мы не можем грубо говоря мы можем обслуживать лишь определенное количество людей если выше этого числа у нас сервер он ммм он просто будет падать он будет барахлить то есть не будет такого например вот две тысячи зарплат так какой пример привести ладно я хотел сказать что время не увеличивается пропорционально количество запросов запросов а наоборот если количество запросов у вас ужасно возрастает то есть ну я не знаю классический пример это что-то типа черная пьяница например когда вот ваш маленький магазин например работал работал там у него было обычно количество людей а вы решили устроить ну черную пьяницу ну привлечь клиента да обычно такой прием вроде все нормально ммм но ваше приложение оно на это не рассчитано у вас вот эти тренды они лимитированы лимитированы тогда мало того что они лимитированы они все это дело еще блокируют ммм то есть что имеется ввиду вот тренд вы запустили да обрабатывается а в нем же вы можете сделать какие-нибудь запросы в этом тренде на какой-нибудь внешний ресурс то есть ваш ваш вот этот тренд он по сути дела застрял еще на какое-то время он ждет пока другой ресурс отработает ведь запросы на чужие чужие ресерсисы это будет обыденность и что делать что делать как как жить и тут есть ответ есть ответ значит крутые чуваки придумали нам спасение в виде в виде так где это в виде асинхронных вещей асинхронных вещей то есть вместо того чтобы скажем так совершать вот эти вот тренды вот тренды здесь такая концепция тут грубо говоря один луп один луп в котором один тренд крутится и в него приходит множество запросов они скажем так они называются ивентами терминология нон блокирующих асинхронных вещей вот приходят и если надо если надо там за какой-нибудь операцией он его просит и но вот этот ивент луп продолжает принимать продолжает принимать потом вот какой-то вот там вот этот колбек сработал и возвращает ответ также в виде какого-то ивента то есть ваше приложение у вас с виду с виду они будут выглядеть как раньше но внутренности очень сильно изменятся то есть внутренности будут должны настроены вот на эту на этот тип работы надо было вот эту вот картинку сразу показать ну ладно сейчас смотрите мы вот мы вот вот до этого момента вот до этого видео работали все время вот с рвлет стеком с блокирующим то есть вот с этой вот архитектурой мы работали когда у нас есть какое-то количество трейдов это кстати количество трейдов вы будете вы будете так 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 где это можно сделать вот здесь вот вот это количество это вообще что такое у меня сервлет мультипарт а это максимальное ограничение все я вспомнил так на размер сай а о чем я хотел бы я сказать вот количество трейдов у вас вот смотрите максимум amount of work of traders 200 200 200 то есть вы можете конечно задать кстати и вы будете задавать ну и естественно если вас запустят к этому то есть или вы ну может потом продвинетесь станете классными специалистами тогда будете сами настраивать под клиента под клиента вот эти вещи то есть какое количество трейдов это правда еще дело все надо будет вам как-то потестить на производительность но смысл в том что у вас трейды крутятся и они у вас фиксированы и это вот это вот трейдовская система это у нас таким образом работают сервлеты вот то что я вам показал то есть вот в разных в разных фразах потоках у нас все это дело выполняется я вот еще здесь наш ага ладно чуть позже покажу что нашел с другой стороны нам предлагают новый подход вот non-blocking реактивный стэк Spring Web Flux да который эту проблему решает решает я вот нашел сайт где линку я оставлю на это чтобы вы сами могли посмотреть вот вот так вот вот так вот работает у нас наш классический стэк на стервлетах вот которые сайты мы о приложении которые мы работали вот таким вот образом они у нас будут работать под большими нагрузками то есть что здесь происходит просто увеличивается количество одновременных юзеров вот эта оранжевая линия а вот это вот вот эти вот линии да зеленая зеленая это у нас успешные успешные реквесты то есть в начале когда юзеров мало все окей потом мы доходим до максимума вот количество трэдов мы больше какого-то не сможем обслуживать то есть доходим до максимума и начинаем его обслуживать но количество вот этих вот юзеров здесь увеличивается то есть то есть то есть мы вот здесь вот накапливаем ну вот согласно то что вот здесь написано да но 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 так где это у меня почему вниз скатилось вверх вернее окей но какой-то момент все все наша система крашится она просто крашится смотрите какое сильное падение происходит то есть обрабатывала вот 400 да 400 400 а потом бах и падение до пяти до пятидесяти реквестов в секунду а может произойти еще хуже оно вообще у вас может остановиться а вот это красное это количество фейлов количество фейлов количество фейлов и только вот когда все это дело то есть как видите устаканилось все нормализуется то есть обычный стек обычный стек обычный стек вот над которым мы сейчас работаем он крайне крайне плох для сайтов в которых скажем так вероятность не знаю правда ее как оценить ну давайте вот так скажем выше среднего что у вас может быть наплыв пользователей просто смотрите вот я же прошлый раз говорил вот когда с вами асинг асинга делали да что юзеры они не любят ждать они просто уйдут к другим отрицательный опыт вот просто психика наша так устроена что мы запоминаем хорошо и мы не полезем на этот сайт где мы уже облажались грубо говоря так и альтернатива 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 ну это это о том же давайте сразу перейдем к к к к к к как у нас выглядит нонблокер то есть он синхронный и как видите все все красиво то есть вот наша линия на наше количество запросов и они все спокойно обрабатываются причем здесь самое интересное смотрите еще что он максимальное количество трэдов в request пуле уменьшил до 50 до 50 то есть здесь было какое-то большее число 400 да если я правильно понял ну да 400 400 а здесь он снизил до 50 и у него все все идеально все круто то есть вы понимаете что от стандартного стэка от стандартного стэка на самом деле нужно потихонечку ну руки свои убирать и вот вот сюда нужно вот сюда конечно вы можете там я не знаю как забабахать какой-нибудь сайт о статистике на который зайдет у вас не знаю допустим ну пусть будет 100 человек в месяц зайдет это да вполне пригодно вполне годно не отрицаю но если у вас какой-нибудь магазин я бы вообще бы сюда не смотрел когда у вас уже есть альтернатива вот вот когда этого не было работали же с этим и магазины работали с этим но когда появился Spring Web Flux и множество реактивных платформ то это уже ну вообще короче вы должны рассматривать WebFlux вот к чему я к чему я все это делаю но эта картинка вот тоже самое по сути дела такс такс вот наш Spring да вот наш Spring он скажем так поделил себя на два большие на две большие части да классический сервис так и реактивный стек но вот этот реактивный стек он заимствует очень большое количество вещей из классического так что там на самом деле вообще будет практически в один в один мы чуть позже напишем REST сервис только в стиле асинхронного в стиле асинхронного так это не то это не то это я сказал это кстати что не то ну вот еще та же самая иллюстрация того что уже было сказано ладно давайте давайте потестим давайте потестим давайте потестим все это дело уже 20 минут ни о чем да говорю начнем начаться начнем начнем так сервер я остановлю и создадим новое приложение создадим новое приложение специально под пишем рука мы создаем мы будем создавать D7 D7 REST мы будем создавать REST под берем ламбук берем реактивный стек берем реактивное mongodb mysql mysql тут вот я пытался на mysql но как видите no there is is no reactive driver for mysql так что mysql не катит у кого passgres могут заюзать passgres я буду 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 юзать mongodb вы кстати заметили что здесь реактивная кассандра кассандра кашбаз да есть то есть но 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 сквельные но сквельные базы данных они скажем так заточены под асинхронность под асинхронность и и и и и и и и а и а и и и и и и Мы будем работать JSON-ом, мы создадим REST-сервис только в стиле асинхронных, в реактивном стаке, то есть в WebFlux мы будем использовать, из этого мне абсолютно ничего не нужно. Ладно, вроде у меня всё, окей. Запускаем. Так, это я закрою? О, нет, 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 я не то закрыл, я не то закрыл. И сейчас настраиваться не будет, да? И настраиваться не будет. И как сделать настройку? Вот я вот не знаю. А я не знаю, не знаю, не знаю, как автоматизировать, чтобы идея всё мне подгрузила. Как сделать, чтобы она мне автоматически всё взяла? Ладно, страдать не буду, просто создам новый проект. Просто создам новый проект. Пишем рукаика, рукаика, рукаика. Д-8. А, д-9 будет. Подит д-9, д-9, д-9. Д-9 будет. Д-9 будет. Так. Реактивный стек. Реактивный амонго ДБ. Окей, финиш. Так. Сейчас я аккуратно всё закрою, чтобы не облажаться. Чтобы не облажаться. Проблема ещё, кстати, вот этих трейдов, которые мы берём и используем в серверлец стеках, да? Вот они у нас в пуле живут. Так надо же из пула достать. Надо из пула вернуть. То есть, это же не моментально делается. То есть, нужно время, чтобы вынуть и достать. Чтобы вынуть и достать. Ладно, давайте поехали. Чтобы вынуть и достать трейд. То есть, у нас тратится дополнительное время, когда мы работаем на трейдах. В чистом таком виде, в классическом варианте. Поехали. Поехали. Нам нужна сперва модель. Домейн. Пишем домейн, создадим модель. Значит, смотрите, я модель создам точно такую же, поскольку я знаю, что у меня уже в Монго, Монго, да? Лежит класс. Лежит класс. Лежит класс language. То есть, мы создавали, вот когда база на Монго и на MySQL. То есть, посмотрите предыдущие проекты. Там это все есть. Я создам точно такую же, точно такую же сейчас модель. Поехали. Language. Значит, это у нас document. И collection у меня там. Language. Language. Окей. ID у нас это string. Напоминаю. Public. Public. И private, private, private field. String name. Creator. And future. Future. Tax. Data. Не знаю, нужно ли будет. Нужно пометить 1 обязательно. Так, модель готова. Теперь нам нужен репозиторий. Репозиторий. Делаем репозиторий. Где у нас interface. Делаем, значит так. Репозиторий. Ммм. Ммм. Repo. Но. Экстендимся мы от реактивного. Ммм. Монго репозиторий. Ммм. Ммм. Вот обычные, обычные таблицы, они нам не подходят. Они нам не подходят. Потому что мы работаем не с прямыми, скажем так, объектами. А мы будем работать с некими, с некими обертками. То есть, вот если мы сейчас заглянем вот в этот вот, то мы увидим, что отдаётся тип моно и здесь дженерик. Тип факс и дженерик. То есть, мы будем работать с некими обертками. Которые позволяют нам работать в асинхронном режиме. То есть, база данных должна иметь способность работать в этом асинхронном режиме. Так. И теперь, теперь вот мы написали репозиторий. У нас уже существует база. Ммм. Давайте. Ммм. Вот в аппликейшене напишем mongo mongo port 27.0.17 Это, кстати, стандартные настройки, если вы не изменяли. mongo host local local host Вуаля, вуаля. Это не обязательно, но я вот хочу. Я хочу. Ммм. И сейчас создадим контроллер. Контроллер. То есть, как видите, в принципе, мало чем отличается от того стандартного стека, который мы создавали. Так, так как это у нас все же будет ресурс, 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 я его вот таким language controller назову. language controller. Что было, скажем так, понятней. REST контроллер. Можно путь указать, request mapping. Ну, я укажу только, что produced. Так. Application JSON. Окей, сделали. Теперь, что мне нужно? Мне нужно заинжектировать сперва. Значит, private, 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 только language repo, language repo, injecting через конструктор, по дефолту всегда. Теперь нужно описать соответствующие методы. То есть, get mapping. Мы сделаем нечто похожее, что мы сделали с REST у стандартного стека. То есть, рассмотрим весь этот путь. От А до Я. То есть, у нас будет get, get по ID. Только мы сделаем не по ID, потому что... Потому что, потому что... Потому что это ужасно. По ID. Если вы помните, как там хранится у нас всё это, то это же просто труба. Надо как-то переводить этот ID будет из Mongo. Как его будет хранить? Неудобно по нему обращаться. Вернее. Ладно. Сейчас давайте сделаем, и я вам покажу, в чём дело. Public. Смотрите, мы отдаём некий, некий список. Да? И списки у нас оборачиваются в некий объект flags. Значит, у нас language... Language. Здесь мы назовём индекс. Давайте заимпортим. Так. Return. Repo. И find all. Всё. Всё-всё-всё. Теперь давайте запустим... Всё это дело. И посмотрим, как оно выглядит. Как оно выглядит. Как оно выглядит. Не запустился ещё. Ещё не запустился. Всё. Ещё не запустился. Окей. Ждём, ждём, ждём. Окей, вот. Вот наш модно. То есть, вот этот ID. Вот этот ID. Он выглядит совсем некрасиво, если им неудобно обращаться. Мы с ним обращаться не будем, мы будем обращаться через имена. Через имена будем. Они у нас тем более... Они у нас тем более... Как это называется? Unique. Они у нас Unique. Так что давайте, давайте и сделаем следующий фильм. Смотрите, когда вы не хотите, чтобы ваше поле какое-то отображалось, просто пишите JSON-Ignore и всё. То есть, в следующий раз, когда мы запустим, у нас вот этого ID не будет в ответе. Окей. Окей, окей, окей. Теперь поехали дальше. Мы работаем с именем будем. Мы не будем с ID, с тем ужасом ID. Неудобно. Так. Пишем здесь name. И значит, снова public. Мы здесь будем отдавать один ответ. Один ответ. Вот одиночные, они у нас оборачиваются в Mono. А itRable у нас оборачивается во Flux. Так. Show. Show. PathVariable. PathVariable. Name. String. Name. No. У нас нет такого метода. У нас нет такого метода. Поэтому мы идём и создаём метод. Ммм. Моно. Ммм. Language. Find. 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 Name. String. Name. То есть у нас по дефолту тут findById, а нам нужен findByName. Так и пишем это дело. Пишем return. Пишем return. Репозиторий findByByName. Вот. И передаём name. Всё. Всё-всё-всё. Давайте тестировать. Давайте тестировать. Продолжение следует... 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 request body так пишем моно language почему здесь моно это это сделает spring к нам то есть придет какой-то джейсон и он это дело засунет моно потом почему в моно потому что мы работаем с реактивным стеком с реактивным стеком пишем 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 теперь снова ритор рипа сейф 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 и как мы видим не работает не работа нет не работает хочу хочу почему не работает тогда можно было подумать вообще кстати странно возвращает возвращает надеюсь на самом деле на самом деле нужно вот такую фишку сделать вот такую необычную фишку сделать быть почему так не знаю потом поговорим по потом потом как-нибудь поговорим о тонкостях сегодня сделаем просто просто скажем так практика практика без понимания просто сделаем а потом будем погружаться в происходящее и так следующем давайте дэлит поскольку далее да удалять удалять я тоже буду по по имени и здесь нет сразу надо будет создать метод я хочу посмотреть что дэлит возвращает вот что дэлит возвращает обычно дэлит вот у нас возвращают окей то есть мне нужно сделать вот типа вот это не нужно сделать типа вот этого ладно 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 значит дэлит пай нейм и стринг нейм окей так это мне нужно теперь закрыть 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 и нужно удалить паблик моно моно но мы кстати делаем как в прошлый раз с обычным этим делали есть http но http но контент но контент отдадим то есть как видите вот пока все наши действия очень-очень сильно похожи на то что мы делали с рестом на то что мы делали с классическим рестом который построен на самых обычных сервилетах здесь здесь мы лишь по сути дела только об оборачиваем вам некую некую оболочку и визуально вообще ну пока мало чем отличается да так ведь так здесь я буду найти использовать рэнт распонс рэнтити в очередной раз и в него я засуну в бой вот так вот необычно то есть те кто работал с хаскалем уже знают что это вот вот такой вот тип у нас значит пишем делит снова патт варе и был вынимаем этот нейм вынимаем этот нейм стрим нейм и дальше что мы сделаем и дальше дальше кстати весьма необычно пойдет не то что вы ожидали совсем то есть не мы конечно делаем лаэнгэдж рэйпо дэли ммм 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 мммм ммм 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 и и здесь нейм да так он у нас возвращал монобоид давайте запустим и посмотрим все это дело давайте запустим и посмотрим все это дело тестировать мы будем все это дело с помощью си урла си урла си урла так сервер запустили вот наше приложение вот наше приложение да и и и мы пытаемся удалить java и как мы видим у нас какая-то прямо непонятная ошибка то есть на самом деле нам нужно было удалять не вот таким вот способом этот метод даже нам не нужен этот метод на самом деле нам даже не нужен здесь очень-очень хитрый фильм ну как и в принципе скажем так чтобы удалить нужно сперва вынуть вот такая идея значит так где эта штука у нас ripple ripa fine by name так и пишем flat map и значит пишем existing language то есть если вот у нас есть вот с таким именем с таким именем у нас базе данных да то мы будем его удалять и для этого мы просто воспользуемся делит и вот этим вся но после того как мы удалим мы вернем это у нашего флот мат напоминаю флот мат это обычный флот мат то есть поскольку это обычный флот мат то есть мы здесь можем это ответ сформировать то есть так и пишем ну как то сейчас будет одна не еще одна некая магия которая не совсем очевидно не совсем очевидно но мы просто в моно пытаемся записать ответ то есть наша response entity который мы удалили то есть просто по записываем ответ ничего более то здесь будет а это у нас то есть удаление если произошло успешно повисло отвисло отвисло то мы возвращаем окей окей хотя вот это тогда и не нужен мне зачем мне за статус зачем мне этот статус дефолт нил респонс пэнтити и здесь пишем а и теперь но а но а а а а вот такая вот не совсем обычная не совсем ммм если вы работали с фениксом то данная данный трик обычное дело то есть мы не напрямую совсем удаляем мыс там сперва вынимали а потом удаляли и здесь точно такая же история мы сперва вынимаем а потом удаляем так у нас остался смотрите мы делит умеем пост удаляем пост удаляем пост умеем гет умеем а гет ол умеем давайте кстати протестируем по да ну а а и у а гетерое Так, я тут подготовил методы, которые будем тестировать. Методы, которые мы будем тестировать. Так что давайте сперва запостим, запостим, потом удалим. А потом напишем метод патч и потестим его. Ок. Так, где у нас? Напоминаю, как все это дело выглядело. Теперь идем и выполняем метод пост. Не хочет он мне пробел, надо их за это заэкранить пробел. Я не заэкраню. Ок. Создал. Изи пизи лемон сквизи. Изи пизи лемон сквизи. Ок. Вот создался наш Python. Да? Круто! Создался Python. Угу. Угу. Так, 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 так. Теперь нужно удалить. Нужно удалить. Давайте удалим это. А, нет. Давайте удалим Java. Давайте удалим Java. Давайте удалим Java. Java нет. Java не стало. Как мы видим, Java это не стало. Ладно, больше удалять не буду. Угу. Угу. То есть удаление работает. Пост работает. Остался последний метод. Патч. Давайте патч. Давайте забабахаем патч. Патч, 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 патч. Почему патч? Потому что, смотрите, напомню. Вот когда мы put, вот put семантически это значит, что мы хотим положить вот некоторые данные вот в какую-то строку. И все данные, которые отсутствуют в объекте, они подразумеваются, что это нули. То есть семантика put это такова. Безусловно, мы на самом деле можем видеть. Вот эти вот делиты нам жестко не диктуют, что делать в теле. Но мы семантику должны соблюдать. Так вот, семантика put именно то, что вот наш какой-то объект там пришел, и мы весь хотим вот вставить строчку в базе данных. И если каких-то полей нет, то мы подразумеваем, что вставляются эти нули. А патч, он наоборот. Он, вот какие поля есть, такие апдейтим. Сделаем мы снова по имени. Паблик пишем. Паблик. Будем возвращать, значит, response entity в очередной раз. Language пишем. Пишу апдейт. К слову, название, название метода взял, как фениксе принято было. Как фениксе было принято. Значит, тут у нас name, не заключил, не заключил. Name, string, name. И здесь нам придет body, да? какой-то request body. Language, language. Окей. И теперь дальше поехали. Едем дальше. Здесь мы сделаем вот аналогичные действия, как вот тут вот. Вот видите. Пишем return, ripple, find, find by name. Пишу name. Снова использую flat map. Снова вот это вот название использую. Flat map, flat map. Значит так. Что я делаю? Я буду делать проверки. Точно такие же проверки, как я там делал. Значит так. Language. Get creator. Не равен нулу. То мы вот у этого лэнгвича. Set creator. Language. Get creator. Так. И здесь я исправлю. Ммм. Фичи. 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 Окей. Так. Здесь на это. И тут. Все это дело. Угу. Все это дело. Реторним. Все это дело. Save. Save, save, save. ok дальше 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 мне нужно взять map и и и и тут у нас получится апдейте на updated updated language и мы его завернем вот нашу response entity response entity значит так пишем updated и статус отдаем что окей окей и последнее действие дефолт сколько вот целый час целый час и по хорошему то и нужно еще кое о чем поговорить вот это да жесть какая-то говорить или не говорить говорить или не говорить ладно так что тут опять не так чего он жалуется чего он жалуется да давайте паспорейбл ой тоже мудак я вот я мудак патч патч не обратил внимание вот все 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 наш red сервис готов сделал как это а и гидит вы гидит окей давайте запустим все это и про протестим так сервер запустили проверяем его в очередной раз окей теперь копирую команду за патч по за патч а жавы то у меня уже нет по другого и давайте эликсир то у меня там есть эликсир эликсир ну давайте крейтер у него будет арланг крейтер будет арланг окей и вставим то есть ставим ставим ожидаем что у эликсира у эликсира у эликсира у эликсира у эликсира так где не получилось не получилось не получилось не получилось он даже ничего не ответил окей что этот опять не так сделал а что я не так сделал букве ошибся эликсир эликсир тоже мне вот теперь все окей вот теперь все окей давайте идем рефрешим и арланг крейтер арланг готова отлично теперь 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 о чем поговорить с вами время много время много повторять не будем повторять не будем повторять не будем тем более в принципе здесь все интуитивно должно быть понятно поскольку 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 как уже говорили как уже то есть наш вот этот стек новый стек наш реактивный стек очень много заимствует из классического стека вот для нас визуально меняется только типы ответов типы ответов то что мы оборачиваем соответствующие оболочки и усложняется усложняется немного логика вдалитах вдалите то есть здесь необычный пост маппинг тоже необычное дело сохраняется но это связано с тем что мы здесь это это вот не объекты вот как мы привыкли работать это ну какие-то его какие-то ивенты какой-то поток но но это вот не классический такой жесткий объект хотел я вот смотрите вот наш стек наш стек вот классический по дефолту спринг нам предоставляет тамкат тамкат когда мы работаем спринг веб флаксом нам нэти 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 это это такой же контейнер но он заточен под нон блокинг под нон блокинг под реактивность где мы можем мы видим это то же самое то же самое идем до пенденции идем вот наш в этот и где он у нас вот у нас вот наш нэти значит смотрите основная причина вообще почему мы должны рассматривать вот этот новый стек это масштабируемость масштабируемость ваших приложений не очень приятно когда ваше приложение падает если там нагрузка чуть выше чуть чуть выше среднего скажем так некоторое продолжительное время и что она прямо падает 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 вот таким вот вот таким вот необычным образом то есть сразу сразу в ноль то есть не продолжает обрабатывать даже хотя бы часть скажем так не происходит накапливание накапливание просто падает просто крашится по сути дела никому это вам не нужно поэтому мы должны рассматривать рассматривать до данный стек то есть вот этот стек так окей ой где это смотрите вот этот классический стек он работает на сарволетах мы используем томкат а если мы хотим использовать спринг в качестве асинхронного варианта мы должны использовать соответствующие контейнеры то есть смотрите вот здесь вот обычный сарвлет контейнер а здесь сервлет минимум минимум 3 1 то есть у нас есть какая-то вот новая классная спецификация которая описывает асинхронность и соответственно вот эти вот вот эти вот контейнеры вот эти веб-серверы у нас ее реализуют по дефолту у нас идет нетти ладно времени много о подробностях будем чуть позже говорить в других видео погружаться скажем так все больше и больше то есть используем будем использовать точно такую же стратегию сперва что-нибудь простенькое пишем потом погружаемся потом можно сложнее написать и что ж изучать эликсир какой эликсир изучайте спринг 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 и изучайте начинайте изучать спринг веб флагс see you next time а и Продолжение следует...